Дай почитать. Стейнбек зашел в гастроном. По-русски он не знал ни слова, но вдруг к нему подошел человек. Показал один палец и произнес рубль-рубль. Американец дал этот рубль, а мужчина растворился в недрах гастронома, потом быстро вернулся и подал знак выходить из магазина и идти в какой-то подъезд. Там их поджидал еще один мужчина, и они выпили бутылку водки на троих. Так повторилось несколько раз. В итоге, плохо соображающий американский писатель вышел на улицу, сел на обочину, но его строго отдернул милиционер. «Я американский писатель», – произнес Стейнбек. Вдруг милиционер стал его обнимать, смеяться и кричать «Хемингуэй! Ваша страна», – говорил потом писатель, – «единственная, в которой полицейские читали Хемингуэя». «Русский дневник» – подробное, детальное, захватывающее повествование о путешествии по СССР известного американского писателя Стейнбека и фотографа Роберта Каппы в 1947 году. Это честные репортажи о том, что они видели и слышали, без редакционных комментариев и без выводов о том, что они недостаточно знают. Это формы дневника и фоторепортажа. Это портрет послевоенного Советского Союза. Это записки о 40-дневной поездке в СССР, которая продолжалась с 31 июля до середины сентября 1947 года. А ведь простые русские – такие хорошие люди, – напишет в 1948 своему другу Стейнбек. Книга читается легко, как-то сразу погружая в атмосферу холодной войны и благородные попытки доказать, что, цитирую, русские люди похожие на всех других людей на Земле. Конечно, есть среди них и плохие, но хороших намного больше. Вот «Американцы» в Москве или в колхозе имени Шевченко на Украине, в разрушенном Сталинграде, в Грузии есть удивительные пронзительные моменты, описывающие с огромным сочувствием послевоенные лишения советских людей. Есть и забавные эпизоды, связанные с обильными застольями или просматриванием пьес, например, «Грозы» Островского. Стейнбек так и не понял, зачем кончать жизнь самоубийством, ведь Катерине поцеловал Борис только кончики пальцев. Итак, «Русский дневник» Джон Стейнбек. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город», на улицах Преображенской, 65 и Ленина, 103А. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok